Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Несмотря на то, что заканчивается только первая неделя декабря, в Перми уже вовсю идет подготовка к новогодним праздникам. Так, вслед за главной зеленой красавицей на Эспланаде новогодние елки стали появляться и в других районах нашего города. К примеру, в Мотовилихинском. Прямо из леса живую елку традиционно установили на площади Дружбы. Ну а скоро на нее повесят шарики-фонарики гирлянды, а там уж, глядишь, и до хороводов дело дойдет. Сегодня стоит довольно-таки комфортная погода. Идет легкий снег, но весь интернет завален информацией о том, что ближе к 11 часам вечера в Перми ощутимо похолодает. Столбик термометра опустится до минус 20 градусов по Цельсию. Так ли это на самом деле? Интересуемся, как всегда, у специалистов. Похолодание действительно начинается. Мы передали консультацию о том, что произойдет резкое похолодание более чем на 10 градусов. В предстоящую ночь температура воздуху по территории края должна быть в районе 25-30 градусов, по северу до 34, по югу пока останется еще минус 20 градусов, с утра завтра в городе 26-28 градусов. Холодная такая погода сохранится и следующие сутки. И ослабление морозов со снегопадами мы ждем 10 числа. Правда, это ослабление тоже ненадолго, потому что в начале следующей недели снова холодная погода. Это лестница, которая ведет от дома номер 64 по улице Юрша к дому номер 5 по улице Старцево. Сейчас, при всем желании подняться поближе к оператору, вряд ли у меня получится это сделать грациозно и эстетично. Ступенек почти не осталось. Все они забиты снегом и льдом. В таком же состоянии пребывает и пандус. Уже на следующий день после выхода нашего сюжета ступени на лестнице почистили от снега. Но за два дня он нападал вновь. Наверное, нужно выделить какого-нибудь специального человека, который за этой лестницей будет следить и чистить ее по мере поступления погодных проблем. Кто бы мог подумать, что и в декабре пермики будут делиться с нами фотографиями своего урожая 2016. А вот ведь делятся. Юлия Дэй просто не могла удержаться, когда увидела, что у нее в кабачке, так сказать, зародилась новая жизнь. И он дал потомство уже в домашних условиях. А вот Алена Полыгалова прислала нам фотографию бабочки, которая перепутала времена года. Мало того, что проснулась, летает, так еще и на руку садится. Того и гляди, вместе с семьей Алены встретит Новый год. О том, что в наш город прилетела Мэри Поппинс, мы узнали от Александра Лапушка. Погода ее не смущает, одета она тепло, но неизменный атрибут Мэри – зонтик даже зимой с собой. Тему зонтиков продолжает Екатерина Косачева, которая рассказала нам о том, что в Орджоникидзевском районе на улице Графтио появилась вот такая скамейка. Еще бы на нее Мэри Поппинс с зонтиком посадить, и получился бы незабываемый кадр дня. На этой позитивной ноте мы и заканчиваем наше сегодняшнее дежурство. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Группа дежурный по городу ВКонтакте также в вашем полном распоряжении. Уже чувствуется, что на улице холодает, так что берегите себя, одевайтесь потеплее. Удачи и до скорой встречи!